Ну а вот какие меры помогут предотвратить дальнейшее ухудшение конфликта на Ближнем Востоке? С нами на связи эксперт в области международных отношений и глобального управления Сагади Кисиков. Доброе утро! Доброе утро! Сагади Айнабулович, вот первый вопрос, как международное сообщество реагирует на блокировку сектора газа и как это влияет на гуманитарную ситуацию в целом? Доброе утро всем! Гуманитарная ситуация в секторе газа очень критичная. На данный момент около 92 тысяч раненых, 42 тысячи убитых и 66% территории газа уничтожены. Первое, что США вчера объявили о том, что они отменят пакет акций вооружения для Израиля, если они не откроют гуманитарный коридор в сектор газа. Это вчера министр иностранных дел Дин Антоний Блинкель и министр обороны США осень объявили по масс-медиам. Тем самым ситуация ухудшается в сторону Израиля. Они сейчас вынуждены открыть гуманитарный коридор для жителей сектора газа. И я думаю, что международное сообщество сейчас будет влиять больше, чем до операции Израиля, наземной операции Израиля в Ливан. А вот каковы перспективы мирного процесса в свете текущих конфликтов и вообще обострения ситуации? Есть ли вообще свет к концу туннеля? Мирный процесс зависит от принятия решений правительства Израиля. Если Израиль, как мы знаем, принял решение ввести наземные войска, операцию на территории Ливана. Как мы знаем, это, можно сказать, хирургическая операция, которая ликвидирует только глав банк вооружения Хитбала. И это не принесет никаких результатов. Мы видим по истории, что это делалось не одиннажды, не дважды, а войсками Израиля. И я думаю, что перспективы для мирного регулирования остаются очень актуальными. Во-первых, для Израиля. Во-вторых, мы все знаем, что проводить воздушную оборону Израиля, железный купол, очень уязвим. После атаки Ирана железный купол показал, насколько уязвим. И на данный момент эскалации я не жду. Сагатяй Набулыч, а вот какова роль Ирана и других региональных игроков в эскалации этого конфликта сегодня? Как мы все знаем, Иран поддерживает военную и финансовую помощь Хамасу, далее Хизбалла в Ливане. И также они поддерживают хуситов на территории Емена. Если говорить о численности войск, это на территории Емена 150-200 тысяч войск, Хамас около 40 тысяч войск и Хизбалла около 100 тысяч войск. На данный момент Хизбалла может перегруппироваться из южных регионов Ливана в Северный. И как закончится надземная операция, они обратно восстановят свои позиции. Какие долгосрочные решения могут быть предложены для стабилизации ситуации в Ливане и Газии? Во-первых, это международная гарантия безопасности. Это международные институты, как организация объемных наций. У них в руках кард-бланш для того, чтобы провести Совет безопасности и сделать мандат о прекращении дня на секторе Газии и в Ливане. Это, во-первых, номер один. Номер два – это, возможно, улигирование конфликта с помощью миротворческих контингентов ООН. То есть мы все знаем по практике то, что ООН может находиться между территориями Израиля, Палестинской и Ливана до тех пор, пока не будет сформирована безопасность на территории этих государств. Вы говорите о миротворческом контингенте, но, как мы видим, со стороны ООН пока не предпринимается ничего. Вы ожидаете от них вообще каких-то шагов? Да, я ожидаю от них очень в ближайшее время ключевых шагов для урагирования конфликта. Но для этого нужно, чтобы на стол переговоров сел Израиль, Иран, США и региональные страны Ближнего Востока. Вообще есть такие перспективы, что эти ключевые игроки ссядут за стол переговоров? В ближайшее время, по крайней мере. Еще раз я повторюсь, это зависит от принятия решений правительства Израиля. Но, как мы сейчас видим, на данный момент, премьер-министр Израиля Бенджамин Таняху сказал, что я буду совершать действия в интересах национальных. То, что они будут ответить ударом на территории Ирана, отмечу то, что они сказали, мы будем бить по военным объектам, нежели по объектам нефтегазового сектора и ядерного сектора. То есть на данный момент у них намерения нет для эскалации конфликта. Но мы видим, что есть и другие факторы, такие как скоро выборы на территории США. И США хочет смягчить ситуацию на Ближнем Востоке. Далее мы видим ситуацию, что противовоздушная оборона Израиля, она уязвима. И нужно сначала укрепить ее. И для этого мы знаем, что США отправляют туда свою противовоздушную технику, ТАСС, в составе 100 человек, экипажа, для того, чтобы укрепить противовоздушную оборону. Для этого нужно время. И наблюдаем мы можем далее сказать оценку, будет ли эскалация мирной или агрессивной. Сагадей Анабулович, и заключительный вопрос, если можно коротко. Вот мы знаем о том, что в самом Израиле внутри много противоречий, в том числе в политических процессах. И народ выходил на митинги против правительства Бениамина Нетаняху. Как вы думаете, как это может повлиять на дальнейшее развитие конфликта? Да, на данный момент правая партия, она очень агрессивно настроена на ситуацию в секторе Гази. И если правая партия, у нее будет больше голосов в коалиции, то это ухочет только ситуацию. Я думаю, что большой минус правящей коалиции в правительстве Израиля в том, что она постоянно меняется. И поэтому ответственность падает, постоянно меняется. Ответственность падает на других государственных чиновников. И когда ситуация стабилизируется в правительстве Израиля, мы можем увидеть хорошие перспективы в людьми в людьми конфликта. Ну что ж, спасибо за комментарии. Я напомню, с нами этим утром был эксперт в области международных отношений и глобального управления Сагади. Кисиков, вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания.